Мы переходим ко второй части курса, то есть, как я говорил в самом начале, есть, в принципе, два подхода к каким-то нахождению каких-то вот этих правильных распределений благ. Это кооперативный и некооперативный. В некооперативном подходе или как вот когда есть рынок, у нас разные агенты просто конкурируют между собой по каким-то правилам, соревнуются, и кто что смог получить, тот и молодец. А в кооперативном подходе, в другом, все наоборот. Вот, там люди договариваются, выбирают какого-то старшего, и он распределяет между ними блага. И я на первом занятии приводил примеры, что бывают ситуации, когда вот этот рыночный подход не очень хорошо работает, и даже на самом деле их довольно-таки много. Вот, и вот начиная сегодняшнее занятие, мы, соответственно, перейдем как раз к кооперативному подходу. То есть, здесь основная задача уже не какую стратегию выбрать, а как разделить благо честно. Что такое честно, вот мы и будем обсуждать. Ну, первое, что очень, что хочется сказать, что, в принципе, все, как бы, идеи в том, как дирекит блага, могут быть разделены на два типа. Это эгалитарный подход и утилитарный. Значит, утилитарный, это, условно говоря, каждому... Ну, вот, утилитарный, условно говоря, каждому по профессиональному тому, сколько он заработал, а эгалитарный, это всем поровну. Ну, давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот, например, вы, не знаю, там, президент страны, и вы хотите повысить заработную плату в своей стране, да? Вот на какой показатель вы будете смотреть? То есть, как он будет... Допустим, у вас есть заработная плата каждого человека, да? Вы хотите, чтобы она стала выше. Вот на какую величину точную вы будете смотреть? Ну, отлично. Вот средняя, так, медиана, хорошо, еще какие-нибудь варианты? Минимально. Вот, отлично, три прекрасных варианта. Значит, средняя, медиана и минимальная. Вот, кстати, давайте проголосуем. Ну, тут нет правильных ответов, я сразу говорю. Но давайте, кто сначала за среднюю заработную плату? Поднимите руки. Раз. Только один предложивший человек, да? Кто за медиану больше, и кто за минимальную? Я надеюсь, что остальные за минимальную. Нет, вы воздержались, да? Ну, хорошо, на самом деле, смотрите, чем... Ну, чем плоха средняя заработная плата? У нее есть несколько, несколько, так сказать, проблем. Одна это то, что, ну, отлично, вот я, президент страны, буду получать миллиарды, остальные ноль. И средняя заработная плата будет неплохой, чем каждому по нескольку тысяч. Ну, понятно, да? Знаете, когда город аэропортует, что там в Академии наук средняя зарплата равна, не знаю, там, 70 тысяч рублей. Тогда простые, там, старшие научные сотрудники говорят, а я получаю 10, а не 70. Как же так? Но никакого противоречия, как вы понимаете, тут нет, да? Вполне возможно, что просто там маленькая группа людей... Ну, понятно, да? Это одна из проблем среднего. Но есть и другая проблема среднего. Это проблема в том, что вообще-то, ну, например, нас тогда очень слабо волнует минимальная. Ну, вот смотрите, короче, ну вот, да, средний теперь подходит как бы утилитарный. То есть, я не знаю, как это правильно объяснить, но, например, вот, можно сказать так. Давайте возьмем, посмотрим каждый человек, сколько он приносит нам, столько будем ему давать денег. Это, с одной стороны, выглядит очень честно, с другой стороны, ну, ясно, если есть какие-нибудь пенсионеры, старики, которые уже ничего не приносят, ну, им тогда ноль получается, они все умрут с голоду. Хотя, вроде, как бы, это тоже честно. А другой вариант, давайте, противоположный, как бы, этому, давайте всем давать поровну. Вот, несмотря на то, сколько ты работал, но это тоже дурацкий вариант, потому что, ну, вроде, нет тогда стимула что-то делать, тебе все равно дадут. Вот, и любое, как бы, государство балансирует между этим. То есть, у нас есть какие-то социальные гарантии, какая-то минимальная, там, пособие по безработице, пенсии и так далее. И так далее, но, наоборот, если ты много работаешь, вот, но, и вот в теории игр, в теории игр, что там дальше? Да, ну, вот, например, да, хорошая тоже, вот даже лучшая зарплата, например, с продолжительностью жизни. Вот как считать, вот, продолжительность жизни, средняя важнее или минимальная, как вы думаете, вот, в государстве? Ну, допустим, там, ну, минимум, есть это младенческая смертность, да, но, допустим, мы возьмем, там, какой-нибудь, там, квантиль, не знаю, 25-процентный. То есть, ну, что лучше поднимать? Ну, понятно, да, вот, то есть, какой показатель, за каким важнее следить? Ну, понятно, да, средняя, это понятно, но если мы растим средняя, получается, нам лишний год, там, условно говоря, ну, тут трудно, нет, в человеческой жизни вообще это хуже пример. Трудно, это как торговаться, значит, ну, короче, зарплаты лучше. Но зарплата, я говорю, на среднее, на самом деле, очевидно, плохой вариант, потому что, потому что тебе лишний рубль миллионеру и лишний рубль бедняку взяли одинаково цены. Ну, это вроде все, все соглашают, что это не так. Уже там, да, медианы или минимум, это и хороший вопрос, вот, но, вот, и на самом деле, мы, сегодня мы поговорим про арбитражные схемы, а потом уже перейдем к классическим оперативным играм, и мы будем начать два решения оперативных игр, одно из них называет значение Шепли, Шепли – это Нобелевский лауреат, очень знаменитый человек, про него еще порассказываю, а другое – это так называемое Н-ядро, Н-ядро – это как раз то, что я рассказывал про вот трех жен, которые остались после смерти человека, вот, которые еще в Талмуде, оказывается, люди знали, что такое Н-ядро. Вот, и как раз Н-ядро – это эгалитарное решение, а значение Шепли – утилитарное, то есть, это вот в чисто виде такие представители этих семейств, и вот разница между ними будет, ну, очень-очень понятно на всяких примерах. Да, 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 вот, короче, ну, давайте сначала кратко про арбитражные схемы, кратко, потому что я уже приводил в качестве примера на первом занятии. Итак, у нас арбитражная схема – это некое множество Х, которое является выпуклым, ну, и мы будем считать, что оно убывает, так сказать, влево-вниз, и некая точка несогласия – это та точка, где люди, ну, куда они попадаются, не могут договориться. Вот, и, соответственно, решением, вот, вот, как бы, цель вообще вот этой части науки – это придумать вот эти так называемые решения. И как раз Нэш был первым, кто придумал, придумал, ну, я бы все помню, да, что же было на первом занятии, можно не рассказывать заново, более-менее. Ну, то есть, короче, есть множество, есть точка, надо выбрать какую-то точку вот по этим, и более того, надо не просто только здесь выбрать точку, а придумать некий универсальный метод выбора точки, который сработал в любой такой ситуации. Вот, и Нэш предложил несколько аксиом, и вот тут несколько аксиом, тут одна новая, которой у нас не было, мы сейчас про нее поговорим. Вот, эти аксиомы все очень-очень естественны. Парета оптимальность говорит о том, что мы должны находиться на этой верхней границе, ну, то есть, если мы на ней не находимся, это очень глупо, потому что можно сделать лучше одновременно одному и другому. Вторая аксиома – это индивидуальная рациональность, то есть, что нам бессмысленно предлагать точку, которая ниже или левее, чем D, потому что, ну, кальчик может себе обеспечить D и в одиночку. Анонимность – это фактически аксиом означает, что неважно, кто из них первый игрок, кто второй, неважно, кто из них Вася, кто из них Петя, ну, если будет такая ситуация, только наоборот, они и выигрыш получат такие же, только наоборот. Независимо от несуществующих вариативов – это очень хорошая аксиома. Она говорит о том, что если у нас, например, вот здесь есть какой-то оптимум, вот в какой-то, например, вот в этой точке, и мы берем другое множество, которое меньше этого, то есть является его подмножеством, но эта точка в этом множестве тоже есть, то она для меньшего множества тоже будет оптимумом. Это очень естественно, то есть хорошее свойство. Вот, и Нэш доказал теорему, что есть только одно решение, удовлетворяющее аксиомом 1, 3, 4 и 5, то есть это даже индивидуальная рациональность не нужна на самом деле, и это будет вот такое вот решение. Теорема-то верна даже для n игроков, но давайте я докажу для двух. Так, значит, поехали. Сначала давайте докажем, что вот это решение, ну, Кир, смотрите, это аргмакс, вот это, ну, как бы, произведение, насколько это находится правее и выше точки D. Давайте сначала докажем, что такое решение, сначала оно, конечно, существует, и потом докажем, что удовлетворяет этим свойствам, потом, конечно, единство удовлетворяет этим свойствам. И это не очень сложно, но это очень стандартный пункт, то есть вот все теоремы вот в этой области науки, они именно такие. Мы пытаемся, мы находим какой-то маленький набор очень простых, красивых аксиом и докажем, что функция удовлетворяет им единственную. Значит, ну, как-то доказать. Давайте сначала докажем, что это... Ну, нет, это не компакт как раз, это выпуклое множество, но вот мы будем считать, что влево и вниз оно уходит на бесконечность. А вот там, на следующем слайде, это не это и X, это каких-то 3? Нет, есть X маленькая, принадлежит X большому. X маленькая, это, ну, какое-то вот, соответственно... Да, да. Ну, я говорю, я докажу для двух, но да. И R это, ну, множество индивидуально-рациональных дележей, то есть таких точек, что X1 больше, чем D1, X2 больше, чем D2. То есть те, кто правее и выше точки D. Вот давайте сначала, я говорю, докажем, что, ну, вот это FI, которое написано, оно реально каждый раз выдает ровно одну точку, но это важно, да? Ну, сделать это несложно. То есть, допустим, у нас есть вот эта картинка, вот это крае множества X. Теперь смотрите, а вот, понятно же, ну, мы хотим, чтобы вот это выражение, это произведение было как можно больше, да? Да. Нет, ну, просто иначе, во-первых, может быть, и то, и то отрицательное, и произведение очень большое, если они оба левее и ниже, но это как-то глупо. Ну, нет, она не участвует. Нет, нет, мы докажем, что... Еще раз, аксиома у нас вот так вот выглядит. Мы докажем, что единственное решение, которое удовлетворяет вот этим самым, оно записывается вот так. Ну, то есть тут в определении этого решения есть что-то похожее на вторую аксиому, но... И это решение удовлетворяет вторую аксиома, но она не нужна для характеризации. Вот. Что еще раз? Мы здесь выбираем акси, которые удовлетворяют вторую аксиома. Арг максимум. Да. Ну, еще раз, аксиома не могут удовлетворять аксиома, а аксиома удовлетворяет функция. Функция, она для каждой, как бы, игры выдает некую точку. Эта точка должна находиться правее, выше точки D. Ну, да, то есть мы ищем максимум, ищем максимум на этом множестве. Ну, да. Нет, так он, наверное, есть. Еще раз, я говорю, так мы можем ходить в левее и нижней на бесконечность, там оба этих будут отрицательны. Просто мы, это вот все, мы это постулируем. Мы говорим, возьмем вот такую функцию, вот я ее написал. Сейчас я докажу, что она единственное удовлетворяет тому набору свойств. Значит, давайте сначала докажем, что она выдает какую-то точку. Ну, смотрите, как выглядят вот линии уровня для вот этой функции? То есть, ну, понятно, линии, на которых эта функция постоянно. Как? Что это за... Что это за кривая? Гипербола, да. Ну, видите, да, если, например, точка D в нуле, это означает, что там типа x1 умножить на x2 равно константе. То есть, x2 равно, там, единись за елит на x1. То есть, это такие гиперболы, ну, вот, и чем выше, тем гипербола дальше. Мы хотим найти такую гиперболу, ну, вот самую дорогую гиперболу, которая имеет с этим множеством общую точку. Но ясное дело, что это будет какая-то гипербола, которая ее касается. Ну, тут я не буду вдаваться в, так сказать, подробности, что такое касается и так далее, но давайте мы, как, так сказать, нам очевидно, что такая гипербола существует, она одна, и тут можно провести касательную линию, ну, прямую, которая, понятно, не будет пересекаться ни с тем, ни с тем в других точках. Вот. Ну, точнее, вот с этим она может пересекаться в других точках, но с гиперболой нет. Так, вот. То есть, ну, вот из таких вот, ну, рукопахательных, как бы, рассуждений, ясно, что такая точка есть, и она единственная. То есть, этот аргмах существует и выдает одну точку для каждой такой задачи. Так, теперь, значит, теперь мы хотим доказать, что эта точка удовлетворяет всем нашим аксиомам. Ну, давайте смотреть. Аксиома 1. Про это оптимальность, она лежит на границе. Это правда, ну, по построению. 3. Ну, это очень просто. В самом деле, смотрите, если мы умножаем все на какое-то число А и прибавляем ко всему число Б, тогда как выглядит вот это наше... Как выглядит вот это наше произведение? На самом деле, у нас к Х1 будет умножить на А и будет прибавлено Б, и там к Д1 оно будет умножено на А и прибавлено Б. Ну, то есть, Б сократятся, и будет просто это произведение умножить на А, условно говоря. Ну, или на А квадрат там, ну, короче, да. Вот, и понятно, что... Соответственно, Аргмакс будет в одной, ну, в той же самой точке. Вот, соответственно, то есть, как там у нас точно написано? Ну, да, 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 все правильно. Вот, дальше что нам надо? Ну, это тоже, очевидно, в общем-то, из построения. То есть, допустим, у нас было какое-то... Сейчас кривое специально нарисую. Вот это прямая Y равно X. Вот было какое-нибудь такое множество, не знаю. Вот какое-то тут, и где-то точка D вот здесь. Да? Ну, мы строили какие-то гиперболы, причем эти гиперболы были относительно вот этих мысленных координатных осей. Если мы теперь все отразим относительно прямой Y равно X, ну, и мы искали такую гиперболу, которая коснется где-то вот здесь, вот так вот. Если мы отразим, ну, все отразится, весь наш процесс построения решения, и, соответственно, ну, точка с координатными там какими-то X, Y придет к точке координатными Y, X. То есть, то, что и надо для анонимности. Ну, вот, вот это P, это симметрия, действительно прямая, она меняет координаты местами просто-напросто. Так. Ну, и вот, так сказать, а нет, независимый сетфальтив тоже еще просто доказывается. Сложнее будет доказать единственность, что это решение единственное. Значит, ну, то есть, предположим, что вот, действительно, мы тут взяли какую-то точку, какой-то множество, которое меньше, но содержит вот эту точку. Но если дело же касательное, будет к ней в той же самой точке. Ну, если D осталось на месте, да, то это будет, ну, то есть, это тоже очевидно. Короче, вот эти четыре свойства очевидны, вот, но сложнее доказать, что нету других решений. Давайте докажем, вот это важно, как бы, да, докажем, что других решений нету, и сделаем это так. Ну, предположим, есть какое-то другое решение, фи штрих, которое взяли симметриксиомом, но где-то не совпадает с нашим решением. Давайте сначала, ну, первым делом рассмотрим вот так. Во-первых, да, смотрите, с помощью свойства 2, да, свойства 3, мы будем все время загонять точку D в 0. Мы можем так сдвинуть, ну, это афинное прообразование, мы можем точку D сдвигать сюда. Итак, точка D у нас дальше будет тут. Дальше нарисуем такую прямую, ну, Y плюс X в константе. И, допустим, вот это вот, это множество X. И тогда из аксиомы 4 ясно, ну, из симметричности, что точка должна быть здесь. Потому что она должна переходить сама в себя при отражении. Да, множество X, да, но находится вот здесь. Вот это множество X. А оно касается туда? Нет, 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 еще раз, множество X находится, множество допустимых альтернативных. Нам не важно, что тут и что тут, ну, не важно. Вот, а важно, что находится в этом квадранте, и обучение множества X в квадранте, это вот этот треугольник. Нет, не, мы, смотрите, я говорю, что если, я сейчас доказываю, что если есть функция фи, которая удовлетворяет всем этим свойствам, но определенная для всех игр, для всех этих абитражных схем, удовлетворяет этим свойствам, то тогда это обязательно та самая функция фи, которая написана в условии теоремы. Она написана в этой формуле, нет других. И я сейчас буду всем доказывать. Сначала я докажу, что она совпадает с тем, что я писал теоремы для некоторого частного случая, потом перейду к другим случаям. Вот. Итого, значит, если эта функция, ну, вот, X, соответственно, такое, тогда применим, применим к Сиому-4. Смотрите, что она говорит к Сиому-4? Она говорит о том, что, во-первых, если, ну, точка, допустим, она была где-то здесь, она должна перейти в себя при отражении, но при отражении ничего не меняется. Да, да, под 45 градусов. Это означает, что она должна быть ровно посерединке. Ну, идти на посерединке, ровно так гиперблой коснется. Тут все правильно. Теперь следующий вариант. Допустим, у нас, я постепенно в запретную зону отступаю, то же самое, только треугольник уже не симметричный. На самом деле, это тоже довольно очевидно, почему это то же самое. Потому что мы можем отсюда сюда перейти с помощью афинных преобразований, и мы знаем, что вот та функция, мы уже доказали, что та функция из теоремы, вот эта вот, она удовлетворяет независимости от афинных преобразований. И, соответственно, если наше потенциально другое решение тоже удовлетворяет, они оба перейдут в одну и ту же точку, то есть продолжат совпадать. Итого для каждого, для любого треугольника они совпадают. Доказали, что теперь они совпадают не только для треугольника. Итак, пусть есть какое-то уже выпуклое множество. Пусть есть уже какое-то выпуклое множество. И, допустим, пока наше решение. То есть вот это будет фи, которая из теоремы. И мы предположим, что фи штрих в какой-то другой точке. Нет, сейчас я объясню. Короче, то есть что у нас? Мы умеем, вот у нас наша новая, вот кривой треугольник из равновесного треугольника переводится афинным преобразованием. Мы просто одно, все? Хорошо. Так, значит, вот, допустим, вот это наша точка фи, именно решение нэша. Тогда проведем здесь касательную. И рассмотрим треугольник, образованный этой касательной. То есть у нас будет х, это вот это. Х штрих, это вот уже треугольник весь. Теперь смотрите, для треугольника будет то же самое решение. Почему? Потому что его гипербола тоже касается в этой точке. Мы знаем, что для треугольника оба этих решения совпадают, мы уже доказали. А дальше с помощью аксиомы 5 может сказать, что раз для треугольника, вот это наше решение фи штрих тоже лежит тут, то и для более маленького множества х оно тоже будет лежать тут. У вас тяжелые такие взгляды, но, короче, это на самом деле очень просто. Ну вот еще раз, ну тут такая, какая на уровне какого-то класса школы техническая возня, ну понятно, тут нет каких-то больших идей, да? Но мысль в том, что мы аккуратно, применяя все аксиомы, я хочу заметить, что мы применили все аксиомы, мы доказываем постепенно, что решение совпадает с нашим везде. Ну, то есть, если бы у нас было меньше аксиом, мы могли доказать, что оно совпадает для треугольников. А там, конечно, что оно совпадает для всех выпуклых множеств. Ну вот выпуклых, как бы, вправо вверх. Вот, то есть мы доказали, ну вот обычно все теоремы, например, такие, то есть мы доказываем, что решение существует, мы доказываем, что оно удовлетворяет аксиомам, мы доказываем, что оно единственное удовлетворяет аксиомам, и что важная, так сказать, как это, вишенка на торте, что это минимальный необходимый набор аксиом. Это вы сами уже доказывали, когда решали задание номер один. Я, правда, ошибся, я пытался другой задачу дать, но перепутал, но вы молодцы, там большинство как раз все правильно поняли и решили. Вот, и действительно можно доказать, что если мы выкинем любую из этих аксиом, есть какое-то другое решение, которое удовлетворяет. То есть, получается так, ну, можете представить это так, что мы, как бы, вот это решение, это точка. И мы провели несколько, не знаю, гиперплоскостей, которые, ну, пересечения дают ровно эту точку. Есть только одна. Вот если мы на одну меньше провели плоскостей, уже была бы не точка, а прямая. Ну, понятно, да? Ну, или даже не обязательно про плоскости думать, просто про какие-то множества. Вот они в пересечении дают ровно одну точку. Мы доказали, что это вот единственное аксиома, единственное решение, которое удовлетворяет. Да. Нет, мы берем точку φ, то есть именно решение Нэша, проводим через нее касательную, смотрим на треугольник. Раз это треугольник, то для него φ и φ совпадают. А дальше, раз по аксиомме 5, φ и для маленького тоже совпадают. Вот именно надо в этом порядке делать, в другом не получается. Вот, короче, то есть, смотрите, то есть, что вот, ну, как бы, в чем величие? Вот доказана теорема, и вот просто если сразу примите вот это, вот, кстати, даже у нас теперь в Яндексе кое-где применяется это решение, я не буду рассказывать где, но прямо, так сказать, если просто сказать, давайте смотреть на Аргмакс в произведении, скажешь, ну, а почему произведение, почему не, не знаю, там, сумма обратных, или, ну, чего-то еще, да, какой-то другой функции. Ну, и будет не ответить на этот вопрос. Но на самом деле теперь, если вы хотите поспорить с этим решением, вы на спорите даже не с ним, а с одной из аксиом 1, 3, 4 или 5. И эти аксиомы все очень вообще-таки естественные, простые, что ни с какой из них спорить не хочется. То есть, кажется, что решение будет нарушающим этим аксиом, оно неправильное. Однако, вот я сейчас расскажу, как, ну, но, тем не менее, потом другие люди, вот сейчас расскажу про решение Калаа и Смородинского, я их даже обоих знаю, и Калаа и Смородинского, или я знаю Смородинского сына Смородинского. Ну, вот я не уверен, короче, но Смородинский – это такой активный, вот как раз ученый Петюри Игр, но он довольно, я просто помню, что он довольно молод, наверное, да, наверное, знаю Смородинского сына Смородинского. Но он не говорит по-русски, но, видимо, имеет какие-то славянские корни. А Калаа очень вообще, так сказать, такой популяризатор, и тоже он уже пожилой человек. Вот, значит, и возникло потом другое решение, значит, я даже не знаю, откуда лучше рассказать, давайте лучше с аксиом начнем. Вот, и тут вместо аксиома 5 будет аксиома 6. Вот, смотрите, то есть что такое аксиома… Ну, вот я говорю, одну из аксиома придется выкинуть, это точно, и вот они выкидывают аксиома 5, добавляют аксиома 6. Сейчас мы обсудим, почему это разумно. Аксиома 6 такая. Аксиома 6 такая. Допустим, у нас есть два множества x1 и x2. Ну, давайте я опять буду рисовать точку D в начале координат, потому что у нас вот есть, независимо от аксиома преобразований, точка D здесь, допустим, у нас есть какое-то… Вот тут есть какое-то одно множество x, а тут есть какое-то другое множество x. Ну вот, x малый, x большой, но точки на краях у них совпадают. А, нет, даже не точки на краях у них совпадают, а у них… Да, у них максимум… Ну вот, ну, короче, это тоже правильная картинка. То есть их совпадает не обязательно тут точки на пересечении, а совпадает максимум здесь и максимум здесь. И тогда решение для большого x должно быть больше либо равно, чем решение для маленького x. То есть оно должно по обеим координатам быть лучше. Ну, смотрите, у этого очень-очень естественный смысл. Допустим, у нас есть какое-то переговорное множество. Люди собрались, ну, поговорили и выбрали какое-то себе решение. Потом мы им увеличили переговорное множество, да, то есть дали больше возможностей. Все те же возможности остались, как были, и мы дали новые. Вот аксиома говорит о том, что оба игрока должны получить выигрыш от этого. Ну, по крайней мере, не проигрыш. Это, на самом деле, суперважная аксиома. И мы потом… Я потом подробно буду рассказывать. Это называется аксиома монотонности. Ну, это ограниченная монотонность, но это очень естественная вообще концепция. И, ну, то есть, когда мы даем игрокам больше возможностей, никто из них не должен быть от этого впроигрыша. Это кажется очень… Ну, то есть, когда они оба, у них, у обоих, понятно, их возможности больше. То есть, вообще, если, как говорится, какие-то осторожные стратегии в играх, там человек может поставить ультиматум и не двигаться никуда. А тут, получается, что вот не может, как бы, да, то есть, например, решение Нэши не ультареет эта аксиома. То есть, там есть такие две игры, что мы увеличиваем как бы множество, но одному из игроков становится хуже. Ну, понятно, да? То есть, как бы, то есть, тут получилось так, что одна очень естественная аксиома заменилась на другую очень естественную. И главное, что получилось, что на самом-то деле не существует решение, которое удовлетворяет всем шести аксиомам, да, хотя они обе очень вообще простые и хорошие. И это, в принципе, нормальная ситуация. То есть, мы выясним, что есть очень… Вот на следующем, видимо, прямо занятие, выясним, что есть прямо очень простые концепции, которые, ну, вот, никак несовместимы. И это, ну, вот, непонятно почему. И как-то мир так устроен. Ну, то есть, со всех точек зрения хотелось бы, чтобы была функция, выставляя там и а, и б, а вот нет, к сожалению, можно сказать, что это не так. Вот. Это индивидуальные рациональные точки. То есть, те точки внутри множества х2, которые правее и выше точки д. Ну, нет, это и r. Это, кстати, стандартная аббреватура тоже. Она будет еще много. Так, хорошо. Ну, ну, давайте. Нет, нет, максимум, вот, вот такой максимум. И, нет, это, короче, максимум 1 координат, максимум 2 координаты. Ну, имеется в виду, что нет. Тут они вот в этих точках достигаются. Сейчас я покажу картинку, вот на этой картинке лучше видно. Вот, вот так вот это выглядит. Ну, то есть, вот этот максимум равен, ну, этот максимум должен расти, да. Нет, конечно, такой. Ну, да, хорошо, хорошо. Ну, на самом деле, мне кажется, мы нигде не использовали то, что в левее и ниже. Ну, хорошо, ну, в домашнем здании я это зачел, скорее всего, уже. Короче, да, 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 вот я сейчас, смотрите, я сейчас... А, да, давайте, наверное, это время пришло. Я вам покажу вот кусочек фильма «Игры разума», как раз где Джон... Кто смотрел вообще «Игры разума»? Ну, короче, это очень, как бы, ну, с одной стороны, фильм немножко далек от истины, потому что, на самом деле, у нас не было видений таких, чтобы ему казалось, что там люди какие-то приходят. А, соответственно, с другой стороны, это очень, вообще, я говорю, «Игры» стала очень популярной после выхода этого фильма. И вот я как раз вам покажу то, что там, на самом деле, показывают то, что похоже на правду. Сейчас я только найду. Вот сейчас появится какие-то зарплаты там. Так, да, супер. Это оно, мне кажется. Вот, короче, смотрите внимательно. Это вот там... Ну, давайте выключим свет, или как? Ну, хорошо, сейчас. Потом нам выскажут, скажут, все. Запись из... Вот так норм? Да. Короче, вот, он там сидит, сидит. Это, да, это с девушками в баре. Это тоже какой-то выдуманный, конечно, эпизод. Да нет, ну какой там звук. Короче, вот. Дальше показывает профессору... Ну, давай уже, дописывай. Лежерство. Вот, вот, вот. Короче, ну вот. То есть, примерно то же самое. Я хочу сказать, что вот на предыдущем его рисунке, который вот тоже тут виден чуть... О, черт, еще зима. Ну, ладно, сейчас, значит... А я еще все думал, куда надо. Еще у меня на компьютере есть фильм... Да, фильм «Игры разума». А потом, и я его стер, а теперь я вспомнил, что он был для того, чтобы показывать вот этот момент. Вот смотрите, просто на первой картинке там... Когда вот сейчас... Я пытаюсь быстро нажать. Вот, видите, тут множество другое. Вот оно, ну, понятно, да, как раз не было этим свойством. Как это называется? Да, там гипербола касаясь. Ну да, ну то есть вот так это... Да, ну это видо симметрично. То есть как-то... Опять же, я вот тут не знаю точно, как там, значит, доказывал, но, скорее всего, да, скорее всего, может быть, как-то по-другому. Но, в смысле, он брал, например, тоже сводил к симметричному случаю, да, ну и вот, вот, короче, ну вот, да, вот прям гипербола. И, ну, приятно, что в фильме вообще-то могли бы написать какую-нибудь формулу, не знаю, по физике, да, и человек бы с умным видом смотрел, говорил, о, вот оно решение Нэша. Но здесь даже нарисовано что-то правдоподобное. Ну вот, короче, тут тоже, ну типа, одного полезность, другого там полезность. И, да, solution point. Ну вот, хорошо, возвращаемся к... Возвращаемся сюда. Ну вот, теперь, значит, решение... А, я включаю свет обратно. Решение Калая и Самарадинского и... Да, теперь хуже видно. Ну вот, соответственно, как оно определяется? Мы строим так называемую идеальную точку. Что такое идеальная точка? Допустим, каждый бы смог получить максимум, который вообще он может мечтать, да? Ну, скорее всего, это нереализуемо, потому что, ну, один побольше, другой поменьше. Но предположим, что это возможно. Тогда делается так. Проводится прямая из точки D в эту идеальную точку. И на перечении с границей ставится точка с решением. Ну вот, у многих из вас были похожие примеры в домашнем задании. Ну, то есть, это довольно естественная в целом идея. Но, как раз, ценность не в самом решении, а в ценность в аксиомах. Ну, то есть, вот ценность, то, что они придумали, аксиомы, причем именно аксиомы монотонности, она прямо очень важна, и она там везде будет дальше в оперативной теории игр использоваться. Вот, то есть, вот так просто устроено решение. Ну и давайте, да, ну и, соответственно, вот тут, кстати, важное отличие. Единственное решение для класса B2, то есть для двух игроков. Решение Каладис-Марадинского для двух игроков. И для трех там какие-то проблемы, сейчас вот с тем, как я буду доказывать. Уговорить аксиомом 1, 3, 4, 6. То есть, вместо 5 будет аксиома 6. Это решение Каладис-Марадинского. Ну, давайте... А, все, дальше к партнеру. Не туда. Давайте докажем. Значит, сначала... Да, 1, 3, 4, 6. Вот. Короче, смотрите, давайте... Ну, во-первых, что это дает единственную точку, это очевидно, да? Ну, то есть, мы строим прямую куда-то вдали, и она пересчет единственной точки. Тут все вроде понятно. Ну, даже лучшим их строим. Теперь давайте докажем, что оно является аксиомом 1, 3, 4, 6. Ну, даже несколько распределить пример. Это действительно довольно просто. Ну, 1, это точно. Оно лежит на границе. 3, это афинное преобразование. У нас вся эта конструкция будет изменяться вместе, и точка, соответственно, изменится так же. Все, 4. Что такое 4? 4, это, мне кажется, анонимность. Ну, действительно, опять же, если все отразить относительно диагонали, вся картинка отразится, и точка, значит, тоже отразится. Тут все честно. И 6. Давайте посмотрим на 6. Ну, а, ну это тоже довольно просто. В самом деле, если... М? На аксиому 6? Хорошо. Вот, значит, аксиома 6. Это говорится следующее. Допустим, у нас было вот одно множество. Ну, я говорю, давайте я для простоты буду вот так рисовать, которые как бы убывают. Это одно множество, вот это множество, которое как-то, да, даже вот как-то вот сюда убывает. Неважно, меньше. У него обе эти штуки меньше. И, а, нет, не меньше, а равны, наоборот, я неправильно говорю. Оно лежит внутри, но максимум у них равны. Да, а тогда, что оно для решения, очевидно, потому что если максимумы равны, то просто идеальная точка та же, точка D та же, ну и прямая будет такая же. И тогда, то есть, смотрите, получается как? Так, у нас здесь одно какое-то множество, а есть какое-то другое множество, пожиже, так сказать. Вот, точка D у нас в одном и том же месте. Идеальная точка у нас получается... Большой художник, как вы видите. Идеальная точка получается тоже в одном и том же месте. Вот, соответственно, ну и когда мы... Ну, опять же, довольно очевидно, что эта точка будет дальше, чем эта. Ну, наверное, надо сказать, что это прямая, возрастает и как бы и по X, и по Y, потому что идеальная точка явно не хуже, чем точка D. И мы на ней дальше, значит, 3X, обе карната будут больше. Ну, в общем, довольно очевидно, что действительно это так. То есть, мы доказали, что это так. Давайте докажем, что это единственное решение с такими аксиомами. Ну, уже я опущу не буду докаживать, что эти аксиомы единственные. Вот, что эти аксиомы минимальны. Значит, давайте докажем, что это единственное решение, удовлетворяющее вот таким вот... Вообще, кстати, я хотел сказать, что одно из достоинств второй части курса, что самые сложные теоремы, теори, которые я знаю, находятся именно здесь. Даже есть одна теорема, я подумаю, доказывать ли ее, но вряд ли, но там десятки страниц доказать причем доказал его прямо математик из питера и большое дело вот а 75 вот по фамилии соболев но он кажется не родственник других соболевых это очень популярная фамилия математики вот короче давайте на конечно других вещей нет значит как мы это сделаем сейчас вспомню мне кажется а парики до первым делом мы с помощью ну давайте допустим есть другое решение 1 3 4 6 это конечно для любого икса совпадает с этим сначала мы с помощью аксиомы профильное преобразование сделаем так что это равно вот этому то есть это квадратик для этого множество x теперь мы сделаем вот что мы возьмем вот допустим у нас есть но я как не черт нарисую по кривее чтобы это было понятно если будешь похоже то что там тоже было на картинке но по идее это было сильно позже проколаясь мародинской сейчас может меня год тут написано в теореме нет не написано но это было как-то заметно позже наш 50-й год а вот допустим вот даже тут эти равные точки да но значит а ну ну пусть будет сначала вот так резко снижаться вот так например мы сделаем вот как это прямая y равно x и мы возьмем отразим это относительно этой прямой получим соответственно наоборот то что давайте другим маркером нарисую получим вот симметричную игру то есть будет идти вот так а потом вот через эту точку вот так ну вот пути к симметричную картину и того вот значит начальное было x отраженная ну пусть будет x штрих ну и какой-нибудь там например возьмем еще x 2 штриха это их пересечения вот так теперь значит смотрите что мы здесь видим во первых и у x и у штриха и два штриха максимум под каждой координате и равен тому же самому числу ну потому что а ну да я пользуюсь картинкой немножко нет 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 максимум одинаковые это мы сделали с помощью аксиомы профильное преобразование заранее мы доказали достаточно проект вот короче то есть у меня получается что вот x 2 штриха под множество x и там под множество x штрих они оба под множество она все уже неважно вот теперь смотрите и мы знаем что для мы знаем что для а ну собственно да и вот наше решение находится вот здесь ну потому что оно определено как вот если мы тут квадратик нарисуем проведем это прямую то есть вот тут находится наше решение допустим другое решение находится не здесь а в другом месте тогда для x она находится при где-то здесь и давайте посмотрим тогда что у нас получается у нас получается что да да из 2 ну и нет их штрих это отраженная из ваших это пересечения давайте посмотрим на тогда она вот это наше как называется вот альтернативное решение для множество x 2 штриха тут она уже должно совпадать с нашим тут она должна совпадать с нашим ну потому что по симметричности это симметричное множество да и решение должно быть аксиомы анонимности здесь но тогда получается дальше но опять же тут я как видимо не наверное я все таки не пользуюсь картинка короче мысль в том что когда мы переходим при том чтобы точка с той стороны но это очевидно аналогично в районе 8 . с той стороны тогда получаешь когда мы переходим из x 2 штриха к иксу у нас эта точка сдвигается ну вот не правее выше а соответственно левее выше то есть от того что мы перешли от маленького множества большего множеству одному из игроков стало хуже ну тут единственно конечно я не обманывал вас нерсовку неправильную картинку да ну потому что но но короче это может доказать вот то есть то здесь что мы используем использовали независимости от несущества и независимых при образовании когда сделали квадратик дальше мы использовали анонимность когда сказали что для симметричной фигурки она в центре мы использовали ну про про тогда же мы использовали пара это оптимальность что она именно на краю и наконец мы вот сейчас получили противоречить 4 аксиомы то есть нос аксиомы номер 6 вот то есть мы используем все аксиомы опять же вот и вот но здесь вот как надо понять что тут условно говоря выбор между одним решением и другим решением он он сейчас ровно в отличиях всем 5 и 6 вот что нам важнее ну по каким-то причинам моделируем какую-то реальную ситуацию жизни нам важнее вот именно монотонность или на важнее вот этой независимости от несетных альтернатив ну вот вот короче вот на примере этого вот это вот это как раз уже в общем-то мертвые теории то есть тут и могут тут нет замен каких-то статей по битра же схем но есть по оперативным играм ну погнали значит что такое оперативные игры вот это ну прямое обобщение вот эти битра схем на n игроков и мы будем говорить ну вот про то есть аналогом переговоры на множество это будет то множество исходов которые люди могут получить если будут играть все вместе ну или там то количество денег которые могут заработать если вместе объединяться а соответственно точки несогласия то что каждый игрок может получить по отдельности ну давайте для примера я напишу какой-нибудь как же это лучше сделать ну давайте когда просто игру для двух лиц там разумея стратегиями например на этом 1 1 2 0 0 2 и 3 минус 1 неважно вот ну смотрите то есть вы не доживутся четыре минуты ну чтобы вот тогда мы можем это кое-какую информацию изобразить видео то это обязательно схема смотрите допустим сначала посмотрю сколько люди могут заработать вместе себе денег ну предположим что у нас как бы там условно говоря ну давайте сам такой вообще еще вопрос как бы вот о чем речь что и такой 4 минус 1 это деньги самое простое да если это на самом деле деньги может я считаю что они могут сумме заработать 3 единицы и любые исходы где у них сумме 3 единицы в принципе возможны тогда мы рисуем вот такое значит тут ну типа 30 и тут 0 3 и рисуем и все что левее ниже этой прямой это вот но соответственно что x что такое . несогласия . несогласия да то сколько не могут заработать вот ну с помощью об осторожной стратегии какая здесь будет осторожной стратегии там для первого и второго до сколько первый можете гарантировать ну единицу можете гарантировать да если соответственно будет играть первую стратегию второй да тоже можете играть и она может не очень дальше ну ладно второму все тоже гарантирую единицу может такие вот эти точки несогласия ну давайте вот так типа это будет . d ну то есть это очень похоже да и опять же разумность если мы будем как-то не пришли к нам не могут договориться мы будешь так выбирать могу выбирать то что вот как бы тут выше ну вот где-то внутри этого может то есть вот это примерно то же самое получается фактически ну может избирать что это не не деньги а что-то другое тогда будет же как другая линия мы поставим эти точки а те выпукла волочку на них например ну вот хорошо ну и собственно говоря вот обобщением этого является ну вот помимо того что вот я сейчас нарисовал на самом деле будет еще и коалиции игроков не только как бы не только вот а серверного игрока да не да это взять что только эти точки имеет смысл рассматривать точки ниже и левее не имеет сразу же первый лифта не факт да 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 конечно вот но игры точно весь того насколько вот этим сейчас я предскажу насколько это делимые эти блага ну короче значит давайте чуть формальнее начинает рассмотрим безкоориционную игру то есть обычную игру n лиц есть n это множество игроков x это и это множество страде и каждого игрока и к это и потому что выигрышей которые применяются где картам при день множество стратегий до . докажи будет стратегию получили какие-то выигрыши теперь значит вот мы для каждой коалиции игроков то скажу под множеством но что и нам определим некое которое за выигрышем коалиции на что это такое а ну сначала вот так сказать что если игроки коалиции могут перераспределять выигрыш между собой то это вот да пошли эти ужасные карги с английского языка это игры с трансферабельными полезностями вот и полезность и трансферабельные все эти слова не очень счет по-русски но других у нас нету ну а это там вы говорят про трансфор был утилити с этим game и с нон трансфор вы утиритесь да 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 если речь про деньги да мы можем время двое заработали там 100 рублей мы можем поделить их там девять один и ну и как можем с собой договоримся другое ну данный в долг может ну как по идее это все возможно и намного сложнее если как бы ну ну наши выигрыши это условно говоря там из авианосца мы не можем разделить 3 авианосца тебе и две трети мне не понятно как его распиливать и ну понятно да то есть как бы вот и и то имеет смысл и но отличаются эти две теории тем что с трансферабельными полезностями все в тысячу раз проще ну все очень сложно но намного намного проще про нетрансферабельными может быть для примера разберем теорему и но я помню я первый раз читал курс я разбирал у меня как раз одно занятие заняло и доказательство и вот такая простая теорема для нтю ну вот но так что я подумаю но короче а для трансферабельных полезностей это очень хорошая как бы такая наука вот значит что мы сделаем и так пусть нас есть вот игра и текка лица с то есть под множеством множество м ну то есть множество стратегий это соответственно и декарту произведения можно стратегии каждого игрока из этой коалиции ты предположишь то ли из этой коалиции теперь они заодно и они объединяются и могут ну согласованы двойки стратегии тогда можно и такой антагонистическую игру есть два игрока один игрок это коалиция с а другой игрок это все остальные игроки вот и они играют друг против друга ну тогда соответственно мы будем считать что вот мы для каждой ну вот функция выигрыша для кого набора стратегий это сумма функций выигрыша этих игроков то есть вот можно получить такую игру для двух лиц ну и смотрим дальше мы смотрим на осторожную стратегию от этого самого множество игрока с то есть но так же как мы делали там на втором занятии на третьем занятии смотрим максимин ну неважно короче мы опять же предполагаем что на каждую наш набор стратегий все на практике объединяться будут отвечать самым плохим для нас образом и выберем ту стратегию что вот это их наихудший для нас ответ для нас самый лучший ну вот то есть мы получим вот это в вот эту букву в это то число которое к лица и сможете гарантировать то есть что бы ни происходило в мире как бы мы можем вы обеспечить все вот это в это с ну то есть вы теста гарантируем выигрыш к лице с и вот теперь соответственно и вот теперь мы можем для к и теперь мы таким образом мы определили у нас сначала была не кооперативная игра и теперь мы определили для каждой коллекции с некое число это вот называется характеристическая функция игры гамма и давайте посмотрим какие свойства вот этой функции вот сейчас мы их кратко тоже докажем ну первое это не свойство это скорее определение будет считать что от пустого множества это равно нулю ну то есть что пустое множество ничего себе может обеспечить пустое множество игроков второго очень важное свойство которое вот так довольно очевидно но в целом не совсем как бы три реально это так звали супер То есть, если у нас есть две непересекающиеся коалиции К и Л, то суммарно они все могут обеспечить не меньше, чем по отдельности. Но это довольно очевидно. Допустим, первый мог себя обеспечить сколько-то, второй тоже мог себя обеспечить сколько-то, значит, действуя так же, они обеспечат уже сумму. Но, возможно, объединением станет еще лучше. Это понятно, да, второе свойство? Вот. Третье. Если у нас в игре сумма выигрышей всех игроков, вот в начальной той базовой игре, сумма выигрышей всех игроков фиксирована, например, это была игра с нулевой суммой, как мы рассматривали, тогда выполняется такое свойство. Ну, это тоже очевидно, что то, что может обеспечить коалиция С и плюс то, что может обеспечить коалиция Н-С, это константа. Ну, по теореме Амини Макси. Вот. Ну, вот, по теореме Амини Макси для вот этих двух игроков, С и Н-С. Дальше. Нет, тут сколько не могут обеспечить. Может быть, сумма константа, но я могу себе встечь 1, вы можете встечь 1, но вообще-то сумма у нас равна 3. Нет, но без смешанных стратегий. Еще раз, нет, как-то. Смотрите, ну, вот, говоря, игроками, ножницы, бумага. Сумма там 1 фиксированная. Но обеспечить, кажется, может только минус 1, правильно? Без смешанных стратегий. Вот. Нет, вообще, сумма равна 0, но каждый может встечь в минус 1. Вот. Так. Независимость относительно афинных преобразований, то же самое. Ну, и, опять же, тоже, естественно, свойство, ну, вот, для любого изоморфизма, это та же анонимность, что если мы как-то переставим игроков, то и выигрыш у них тоже переставится. Ну, точнее, ну, то, что вы, вот, короче, выигрыш от коалиции, у которой, на это еще не выигрыш, а то, что может встечься коалиция С, оно, соответственно, вот так же изменяется. Вот. А дальше процесс следует. То есть, сначала люди стали изучать вот кооперативные игры именно в такой парадигме. То есть, у нас есть некооперативная игра. Мы рассматриваем эти функции В, которые получаются вот таким вот сложным образом, и, ну, доказываем про них какие-то теоремы. А потом подумали, а давайте вообще вот забудем, что была какая-то некооперативная игра. И потому что у нас сразу есть кооперативная, то есть, есть какая-то функция В, но, видимо, с такими более-менее свойствами, или даже еще и слабее. И давайте про нее так подоказываем всякие утверждения. То есть, теперь вот с этого момента мы уже функцию В считаем какую-то абстрактную, заданную сверху функцию. То есть, каждая коалиция, ну, вот тут написано, что она может себе обеспечить, но, на самом деле, мы будем говорить, что она хочет себе это обеспечить. Ну, они, может, проявили какие-то расчеты и ошиблись. Вот. То есть, мы будем говорить следующее. Вот, кооперативная игра с нисферабельными полезностями. Это пара Н и В, где Н, вот тут очень простое определение, уже намного меньше значения, чем было раньше, где Н, это множество игроков, а В, это характеристическая функция, которая действует из множества, подмножеств данного множества в Р. Ну, то есть, она каждому коалиции представляет некое число. Вот. И мы вот забываем про то, что была какая-то в качестве основы, была какая-то бескоализационная игра. Вот мы начинаем все. У нас, я говорю, это самый вообще простой объект, который можно определить. Есть конечное множество, и для каждого множества определена некая функция. Не факт, что это такая будет существовать для любой бесконечности. Да, что нет, ну, наверное, ты хочешь сказать, что, не факт, что была бесконечностиная игра, для которой, да, не факт, абсолютно, да. Вот. Ну, давайте вот посмотрим какие-то, у вас уже, я говорю, такой усталый вид. Давайте сейчас будут всякие примеры, как, ну, смотрите, знаете, мы говорим про примеры игр, а на следующий будет говорить про решение этих игр, то есть, как уже в этом, значит, какие же ситуации могут быть так смоделированы. Ну, самая простая игра, это аддитивная игра, и у каждого игрока есть какой-то вес, и коалиция получает ровно сумму весов своих членов. Ну, тут довольно очевидно, что, кажется, нет другого способа разумно разделить выигрыши, кроме как каждому игроку, и дать его собственный вес. Тут все очень, ну, кажется, это самое простое, ну, это линейная, типа, линейная функция, условно говоря, да. Вот. Вот теперь более такой интересный пример. Допустим, он... Короче, еще раз, ну, вот это тривиальный пример, типа, допустим, каждого игрока есть какое-то число, и вы, вот эта самая V, функция критических любой коалиции, это сумма чисел игроков из нее. Ну, есть у каждого из нас есть поедничка, если у нас трое, у нас выигрыш три, если у нас пять, у нас выигрыш пять. Нет, конечно, никакого другого способа, кроме как раздать каждому по единице. Это выглядит честно, ну, потому что каждый игрок всегда вносит единицу в любую коалицию. Это очень, вот, предельно простой случай. То есть, такая, ну, вот, я говорю, фактически, вот мы рассматриваем, я определил, что такое функция, и дальше себе я привожу пример линейную функцию, вот. Мы, ну, сегодня мы просто смотрим, говорю, на примеры игр, а в чем мы говорим о том, как надо поделить между ними, что, вот, например, V от N, то есть суммарное. Ну, да, ну, или даже, пусть даже пока, чему он должен быть равен. Вот, давайте сейчас я приведу, например, ну, да, 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 все, нет, все, нет, ну, да, но здесь, кажется, какие древа и не ставь, по-другому нет смысла делить, ну, потому что, вот, я говорю, каждый всегда вносит ровно его собственный вес. То есть, может, я все равно дать поровну из соображений вот игры, эгалитарность, да. Да, 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 и мы делим, как бы, V от N, V от N, это, значит, суммарное благо, то есть, сколько они все вместе могут заработать. Наша задача его разделить. Смотрите, давайте чуть сложнее пример, мне, конечно, так будет проще понять. Посмотрим ситуацию голосования. Итого, пусть, значит, есть N игроков с весами, все как там, но, будем говорить, что закон принимается, если за него отдано хотя бы сколько-то голосов. Вот, кстати, кто знает, сколько процентов в Госдуме у нас, у партии? Вот, есть у нас такие знающие люди, сейчас нам понадобится, чтобы написать какой-нибудь пример. Значит, ну, или я напишу числа из главы, это будет смешно. Короче, вот, смотрите, допустим, закон принимает за него хотя бы кул голосов, и игра приезжает таким образом. Коалиция получает или ноль, или один всегда. Ноль, если им не хватает суммарных голосов для принятия закона, и один, если хватает. Ну, можно рассмотреть ситуацию, что никакой коалиции не хватает, то есть, что Q больше, чем сумма АИТов, но это глупо, когда такая будет нулевая игра. Поэтому давайте считать, что некоторым коалициям хватает, а некоторым не хватает. Тогда вопрос, зачем голосовать? В смысле? Ну, да, кажется, что все должны голосовать за закон, а тогда закон пройдет, все получат. Нет, но это, мы, то есть, зачем голосовать? То есть, еще раз, тут вопрос такой, вот коалиция, как бы, каждый может обеспечить себе какой-то, обеспечить себе какой-то выигрыш. Вопрос, ну, какой вот реальный вес вот у этого, то есть вот у него есть какой-то символический вес АИТа, количество голосующих, а есть какой-то реальный вес. Давайте напишем какое-нибудь число произвольное. Допустим, у нас в Госдуме, я даже не какие партии в Госдуме, честно говоря, но надеюсь, что они те же, как и энд лет назад, когда я тут считал в курсе. Допустим, есть партия «Единая Россия», сколько у нее? Да, 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 там будет еще хуже дальше. Короче, значит, допустим, есть партия «Единая Россия», я не знаю, сколько у нее голосов, ну, там, 50-40 процентов. Ну, назовите мне какое-то число. Да? Ну, Влад, давайте, неизвестная партия «ЕР» с 40 процентами голосов. Допустим, дальше есть партия «Коммунистическая партия», допустим, у нее 15, я не знаю, сколько просто, я далек от политики, 15 процентов голосов. Допустим, раньше была партия «Справедливая Россия», она есть еще? Ну, слушайте, короче, допустим, у нее тоже 15 процентов голосов, это уже 70. Давайте даже 50 у «Единой России», чтобы поменьше партий было. И, допустим, еще есть партия, там, не знаю, там, ЛДПР, допустим, 10 процентов, нет, сколько получается, это уже 80. ЛДПР, допустим, ну, это очень много партий тогда, мы так просто, так сказать, не выдержим. Я хотел 4 партии, ну, давайте, ну, 5 еще, не, давайте все-таки 4 будет. Ладно, давайте вот так сделаем, короче, 15, пусть будет 25, например, 25, тут будет, например... Сейчас, сейчас я подумаю. Нет, давайте там 20 и 5, ну, вот, условно говоря, так будет, может быть. Вот, теперь смотрите, допустим, мы хотим бы, и, допустим, для принятия закона, да, для принятия закона нужно, я не знаю, ну, например, 60 процентов голосов. Ну, давайте там 66 процентов, чтобы треть, 67 процентов, вот так. Допустим, вот Q это 0,67. Тогда давайте посмотрим, давайте выпишем, у нас все коалиции переделятся на два типа, выигрывающие и невыигрывающие, да, вот, допустим, на разных игроков 1, 2, 3, 4. Посмотрим, какие партии, какие коалиции выигрывают. Давайте вот, лучше я даже выпишу все коалиции, это коалиции 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Теперь три коалиции по три игрока, 3, 4, 2, 3, 4 и большая коалиция 1, 2, 3, 4. И мы можем у каждой коалиции записать, у нее нолик будет или единичка, да. Значит, давайте посмотрим, ну, по одному ни одна партия не можете гарантировать, это разумно, они все получают ноль. Дальше, 1 и 2, о, могут уже, 1, 1 и 3 тоже могут, 1 и 4 не могут. Дальше, соответственно, 2 и 3 не могут, соответственно, 2 и 4 не могут, 3 и 4 не могут, с единички все по 3 могут, а 2, 3 и 4 тоже не могут, да, значит, будет 1, 1, 1. О, отлично, с вами пример, у нас будет сразу 2, 2 понятия, да, 67. Вот, теперь, смотрите, давайте посмотрим уже с одной стороны, ну, и допустим, теперь мы хотим, ну, не знаю, какой-то человек хочет выдать деньги партиям пропорциональных голосующей силе. Ну, я не знаю, они хотят, чтобы лоббировали там или что-то такое. То есть, как ему оценить реальный вклад этих партий? Вот есть вот эти числа, но в реальности, на самом деле, не очевидно, что надо давать пропорциональные им. Смотрите, первое определение важное, игрок и является болваном, ну, или по-английски даймми, плеер, если он ничего не добавляет ни к одной коалиции. То есть, если, смотрите, что с ним, что без него, вы одно и то же. Ну, вот сколько, по-вашему, разумно дать такому игроку? Ну, да, разумно дать ноль, совершенно верно, потому что, ну, а зачем, ну, когда он никогда ничего не вносит. Это, я говорю, ну, свойства эти можно обсуждать, но это называется свойство болвана, и оно действительно, или свойство нулевого игрока, оно, правда, звучит разумно. Вот давайте, вот, есть ли здесь такой игрок? Ну, здесь, да, вот, партия, у которой 5%, да, она ничего не вносит. Ну, я так числа просто подобрал, на самом деле, мне кажется, скорее всего, ЛДПР не последняя из этих партий по, ну, 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 вот, так сказать. Ну, посмотрите, действительно, вот эта четвертая партия, сама по себе она ничего не получает. Вот, к первой она не может добавить, да, ко второй не может, к третьей не может. Даже тут вот 1, 2, 4, например, единица, ну, и 1, 2 единица. Ну, действительно, вот четвертый игрок, то есть, по идее, смотрите, вот у него 5%, если было 6% или 4%, это ничего не изменяет вот в этом вот самом исходе, правильно, в наборе выигрывающих коалиций. То есть, получается, на самом деле, хотя здесь у нее вес не ныревой, ее реальный вклад вот в общее какое-то, ну, распределение, он не какой-то, да, она ни на что не влияет. Ну, а в качестве, например, было бы 10%, а там было бы, например, 45%. Вот это уже повлияло бы или нет? Нет, тоже бы не повлияло. Ну, понятно, да, то есть, ну, вот можно посчитать, но на самом деле, вот, вот... Здесь вот это, это одно хорошее определение, и второе... А где же? Сейчас. Нет, нет, короче, да, и второе, вот, мне кажется, у меня просто насладкое определение. Второе важное определение, это так называемый вето-игрок. То есть, мы бы выиграть, что какой-то игрок называется вето-игроком, если без него выигрыш обязательно ноль. То есть, в данном случае есть такой игрок у нас? Да, да, тоже, ну, так говорят, право вето, да, то есть, это очень естественное определение. То есть, вот в таких числах, вот видите, в этой игре, вот, она называется взвешенно-мажоритарная игра. Ну, ну, то, что у нас есть, понятно, веса, и большинством там голосуют, вот. И, соответственно, то есть, здесь вот оба этих понятия проиллюстрированы. То есть, и болван, и вето-игрок. Ну, их может не быть, и, опять же, про вето-игроков есть какие-то свойства там возможные. Хорошо, идем дальше. Следующее, вот, тоже это очень интересно, простая игра. Игра называется простой, если, во-первых, там только выиграть, может быть, только нулем или единицей, как в предыдущем, а во-вторых, да, во-вторых, v от n равно единице, и в-третьих, и в-третьих, если коалиция имеет выигрыш один, то большая коалиция тоже имеет выигрыш один. То есть, ясно, например, что любая взвешенно-мажоритарная игра является простой. Ну, ладно, полностью подходит. Но если эти веса положительные, конечно. Да, это вот, ну, точно на предыдущем, предыдущий пример был. Ясно, что взвешенно-мажоритарная игра является простой. А как вы думаете, верно ли наоборот? Ну, вот это прямо, мне казалось, что это даже было там долго открытой проблемой, и, по-моему, ее надо доказать вам в домашнем задании. Ну, вот мы, когда дойдем до конца, когда дойдем до конца, мы посмотрим. Хорошо, дальше. Следующий пример, вот эта игра банкротства. Это про вот этих жен как раз. Значит, допустим, у нас есть конечное множество игроков с неотрицательными весами, и есть какое-то общее число, это а, это наследство, и, ну, каждый игрок хочет а маленькое. Ну, если, ну, мы считаем, что а большое меньше, чем сумма а маленьких. Вот, и эта тройка называется задачей банкротства. Это еще не кооперативная игра, но здесь такой канонический способ построения кооперативной игры. Вот, кооперативный способ такой. Коалиция, ну, вот мы просто ровно то же самое считаем, сколько может обеспечить коалиция. Это, а, тут неправильно написано, тут должно быть в от н, ой, должно быть а минус вот эта сумма. Короче, ну, допустим, все остальные хотят меньше, чем а. Тогда мы все можем обеспечить остальное уже. А минус желание всех остальных. Ну, или если нет больше, чем, а тогда ноль. То есть, ну, вот, естественно, можно строиться кооперативная игра. Ну, это имеется в виду, что даже если мы остальным дадим полностью, сколько они хотят, полностью их обеспечить. Ну, вы помните, как было там 100, 200 и 300. Ну, как бы, даже если мы им дадим 200 и 300, если что-то останется, это все наше. Вот. И, так вот, и вот удивительный факт про вот проталмут и то, что я рассказал на первом занятии, это то, что вот мы берем вот эту гуманитарную задачу, строим на ее основе кооперативную игру, ну, которые были определены только там в 50-х годах где-то, и дальше считаем для нее н-ядро, которое было определено в 69-м году, мы получим то, что написано в этой книжке 3000-летней давности. А даже, я не знаю, доказать, что н-ядро существует единственное, это не очень просто, это вы еще будете доказывать. как бы, но, соответственно, вот. Дальше, ну, простой, еще простой, это огромный подвид игр, это какие-то аддитивные игры с ветоигроком. Ну, вот, например, такая игра. Есть N игроков, у каждого есть веса, и рассматриваем игру, в которой, ну, коалиция получает сумму своих весов, если ветоигрок в нее входит, игрок один, и получает ноль, если он туда не входит. То есть, как бы, ну, она аддитивна, пока ветоигрок не есть. Тут вопрос тоже, сколько ему надо отдать, там, ну, обычно где-то половина ему отходит. Вот. Дальше, дальше, хорошо. Игры с иерартической структурой сейчас в картинке будут. Вот, допустим, у нас есть тоже, есть ориентированное дерево, то есть, граф, в которых эта вершинка, ну, что-то ориентированное граф, все знают, да, то есть, есть какая-то вершина, и здесь какая-то стрелочка, и так, то есть, вот еще стрелочки, вот тут, точки-то игроки, ну, а это, как бы, иерархия у них. И, опять же, да, ну, там, игры с иерартической структуры. Сейчас вот я... Ну, хорошо, ну, да, вообще, будет не только деревья. Это, наверное, короче, вот. И, смотрите, здесь будет, вот мы определяем так, здесь мы определяем V от S, это тоже сумма весов, но не всего S, а некая Sigma от S. И Sigma это максимально допустимое подножство S. Такое допустимое, это, ну, типа, связанное подножство, содержащее на любую вершину. Ну, смотрите, а вот картинки. Короче, к сожалению, я говорю, у меня, мне уже не устанет картинки, поэтому это просто вырезано из каких-то старых слайдов моих. Вот, допустим, вот тут A, B, C и так далее, это имена игроков. А 4, 3, 2, это вот эти самые веса игроков. Ну, вот, смотрите, вот это дерево. То есть тут все очень просто. Оно, кстати, очень интересно. Знаете, пир, групп, гейм. Ну, что такое пир, вы знаете, да? Ну, типа, пиры, ну, это как бы ваши, люди вашего круга, ваши. И тоже, и игра называется пир, групп, гейм. Хотя почему, вроде они равны, как раз соединены какой-то структуры. Потому что где-то там доказали, что вот в этом, например, в одном классе, да, или в одном каком-то обществе люди очень следуют за какими-то лидерами. Есть какой-то лидер, и все там следуют за ним. Ну, и важный факт, что вот один человек, придумавший вот такую модель, назвал это вот так, и мне надо было это перевести на русский язык. Вот вы можете на досуге подумать, как это можно перевести на русский язык, потому что если там говорить про каких-то, ну, людей твоего круга или твоих, ну, даже говорят иногда пиры по-русски, то это будет совершенно непонятно. Я не помню. Мне кажется, я плюнул и писал игры с эротической структурой, но в целом вот это довольно стандартная такая проблема. Ну, так вот, и смотрите, то есть, допустим, рассмотрим коалицию А, Б, С. Эта коалиция допустима, вот она зелененькая, и поэтому, соответственно, а вот, например, вот такая коалиция уже, ну, допустимо, это связанно и содержит первую вершину. Ну, то есть, будем считать, что вот я говорю, вот эта коалиция А, Б, Ф, Е, она не может реализовать, вот смотрите, коалиция А, Б, С, не понимаешь, что такое Р, это там тоже из старых славян, короче, коалиция А, Б, С может реализовать все свои, вот, ну, потому что путь есть от верхней вершины, всю свою сумму получить 9, а коалиция вот А, Б, Ф, Е, может реализовать только, ну, ну, вот то, что она хочет получить. Я говорю, на самом деле, большое количество ситуаций, которые так описываются. Ну, например, есть какая-то река, вот эта стандартная, какая-то река, по которой плавают там корабли, и вот наше государство, это А, Б, Ф и Е. И, ну, типа, А, Б и Ф, они, соответственно, ну, они связаны, обладают какой-то силой. А в точку Е мы не можем проплыть, потому что там наш враг, город С, он нас не пропускает. То есть, тогда вот такая коалиция, как бы сила этой коалиции, к сожалению, вот этот плеер, ну, этот игрок Е становится бесполезным. И нас задерживает только вот эта часть. Вот. И, соответственно, ну, и все эти вопросы, да, вот как, сколько, какой игрок должен такой игре получить. Ну, или также любят рассматривать уже, где не деревья, а более какие-то сложные графы. Ну, вот, например, вот такое можно рассмотреть. Допустим, у нас есть все равно одна вершина без предшественников, и тут есть два подхода, там, динжанктив и конжанктив. Ну, то есть, имеется в виду, что для допустимости все предки должны быть или хотя бы один из предков. Значит, ну, например, вот такая, допустим, у нас вот дизъюнктивный, ну, тоже это ужасно, если кальки из английского, подход, это если хотя бы, должен быть хотя бы один из предков, тогда такая коалиция допустима. И у нее, ну, а такая коалиция недопустима, то есть, вот, ну, в точку Денбрия никак там не попасть. И у этой коалиции все честно, сумма равна 17, а у этой коалиции мы складываем только, только три вершинки, получаем 9. Вот. Ну, и, а если, например, взять этот конжанктив опрошь, там то же самое это коалиция допустима, а теперь вот даже такая коалиция, которая была допустима в прошлый раз, она уже недопустима, и... Нет, это, ну, да, слово допустима определяется через них, да, да, да. Вот. Да, да, чтобы, ну, вот, указывать в своем коалиции, чтобы она была допустимой. Вот. И, соответственно, здесь то же самое, мы выделяем максимальное допустимое подможество. Вот. Ну, вот я говорю, а это очень, прямо очень популярная тема, у меня даже не знакомый защитился в Голландии, у меня была диссертация, и в ней 7 статей по вот этим River Games. То есть, ну, в Европе, на самом деле, это очень часто. То есть, смотрите, ну, прежде всего бывает такое, что вот есть течет река, и верхний человек обладает власть над нижними тем, что он может не строить отчетные сооружения. Он просто сбрасывает мусор и все. И засоряет своих, значит, этих, тех всех, кто ниже по сечению. А него говорит, давай мы построим отчетные сооружения там, но с тобой как-то раздельным затраты. Ну, понятно. И вот вопрос, как им... И даже это прямо, вот это прямо даже то, что применяется на практике, то есть, прямо реальные какие-то города. Или, знаете, всякие эти реки, вот эти Амурдарья и Сырдарья, которые, ну, вот люди, которые вышли по сечению, делают полив так, что до тебя уже вода не доходит. И ты им говоришь, ну, а может быть, все-таки как-то... Причем, она делается там, типа, на территории своего государства. То есть, ты в полной зависимости от них. Вот. И вопрос, как вот в такой вот ситуации иерархии, например, допустим, он сказал, допустим, у нас есть президент страны, я потом, как картинка сказал, допустим, у нас есть два президента. И мне вот там один член жюри сказали, что мы знаем, конечно, что в России у вас сейчас два президента. Как раз был Медведев вместо Путина. И, соответственно, но, говорит, вы поосторожнее с таким, вас могут вот и... Да, еще стандартная, стандартная тоже модель, это какая-то, например, нефть. Ну, вот там, я не знаю, есть... Ну, особенно если вот как... Например, есть одна сторона, которая вот там... А, это Россия, условно говоря, да? Дальше нефть может идти там через Беларусь или через Украину, да? И, например, про сколько эти вот Б и С могут на себя попросить денег за то, что через них идет нефть дальше. Понятно, что вот в ситуации, например, вот как было где-нибудь... Сейчас. Я покажу. Вот в такой ситуации, например, игрок Б может просить очень много, потому что, ну, вот без него все остальные ничего не получат. Да? А вот если, например, таких игроков два, вот как тут, вот Б и С, уже ясно, что на межнем есть какая-то торговля и, ну, они уже намного-намного меньше получатся даже в сумме вдвоем, чем тот один. Вот. Так, ну, хорошо. Короче, вот, 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 есть куча-куча моделей связанных с иерархией. Тут я уже не буду все это перечислять. Короче, да, здесь тоже... Вот, ну, вот еще один пример тоже связанный с графами. Это, например, какие-то двусторонние рынки. Это прямо очень вообще стандартно, ну, например, у нас есть какие-то агенты одного типа, агенты другого типа. Ну, вот, например, мы сейчас ездили на такой симпозиум по онлайн-экспериментам в Калифорнию, и там, соответственно, были компании, там были Uber, Lyft, LinkedIn, и вот там, чисто видите, какие-то двусторонние рынки. У кого-нибудь Uber, там есть таксисты и пассажиры, да, у LinkedIn тоже есть, ну, типа, компания, которая дает работу, и соискатели. И, ну, вот, между ними какое-то такое взаимодействие. Здесь, вот, допустим, есть двудольный граф, и можно, ну, например, можно, соответственно, определить тоже V от S, это какой, ну, каким-то тоже образом максимум того, что, например, максимально связанный под граф вот этого графа S. То есть, ну, вот в кучу вот таких вот, это все, да, это все, значит, в кучу вот таких вот жизненных ситуаций можно вот проблему того, как, ну, я говорю, вот эти ситуации совершенно стандартные, если, если, какие-то там таксисты, какие-нибудь люди, ну, и тут какой-то, ну, я не знаю, какая-то группа людей вбунтовалась и говорит, мы хотим, там, не знаю, ставить какие-то ультиматумы. Вопрос, вот сколько, ну, например, сколько каждый человек внутри группы должен получить, или сколько вся группа должна получить, он очень вообще естественный. Сколько, ну, например, какие-то налоги, ну, то есть вот мы берем, скажем, какое-то количество налогов, и тут, я не знаю, все там люди с высшим образованием, какая-то коалиция говорит, там, мы вообще-то что-то многовато платим налогов в среднем, и система должна быть такая, чтобы вот такого не возникало. Ну, то есть вот эти задачи, они на самом деле довольно популярны, и вот в следующий раз, то есть через неделю, мы обсудим, ну, соответственно, уже, что же это за функции, которые вот нам вот так справедливо, справедливо распределяют, вот это суммарное благо между коалициями. Вот, короче, значит, задание. Ну, докажите, что арбитражное решение Нэши не является монотонным. Ну, тут тоже такая задача, фактически, я, конечно, доказал теорему, что то решение единственное, которое удивляет всем, но вы придумаете какое-нибудь другое, более простое доказательство, почему решение Нэши не удивляет их всего МИ-6. Дальше. Рассмотрим усиленную аксиому монотонности. Вот. То есть, рассматриваем, отбрасываем условие, что идеальная точка одна и та же. То есть, теперь, допустим, у нас вот, наверное, новая аксиома, есть две игры, ну, то есть, две арбитражные схемы, при этом, ну, X1 лежит внутри X2. И, и тогда, соответственно, вот решение Фи должно быть этим свойством, что Фи от X2 больше, чем Фи от X1. Угу. Это вот, оказывается, не существует такого, ну, это, в общем, довольны, естественно, не существует такого решения, который, один, три, четыре, вот, новая аксиома-6. докажите это. Да, да, про то, что, про то, что максимум по X и максимум по Y совпадали в этих двух играх. Да. Ну, мне кажется, просто предыдущие доказательства как-то это понятно, нет? Ну, нет, понятно, вы бы доказали, как говорил один мой друг, очевидно то, что просто доказывается. то есть, нет, это не очевидно, но это просто, просто мне кажется, даже когда я доказал предыдущие, видно, что даже предыдущая аксиома очень мощная. В смысле, мы из нее прямо сходу нарисовали, где эта точка находится. понятно, да, это еще мощнее аксиома, причем сильно мощнее, то есть, поэтому, вот, надо доказать, что не существует решения, говорящие этим, к черным аксиомам. Дальше. Вот тут несколько упражнений на понимание, на понимание того, ну, вот, вот определение, которые у себя не были. Первое, верно ли, что любая игра банкротства является суперэддитивной, то есть, я понимаю, что такое суперэддитивная игра, это когда V, ну, вот у нас есть непересекающая коалиция, там, да, действительно, задача есть, значит, короче, допустим, S пересечь с T, это пустое, и тогда у нас V, от их объединения больше либо равно, чем V от S плюс V от T. Вот. Вот это столь суперэддитивности, и верно ли, что это выполняется в этой задачи про жен, да, то есть, что одна коалиция из жен, ну, короче, суммарная коалиция из, там, четырех жен, прям, может быть, чем две коалиции из двух жен. И второе, верно ли, что в игре Баркорст игрок, болваном, в том-втором случае, если его вес равен нулю. То есть, ну, то есть, верно ли, что в итоге вот этот самый человек с древней наследствием с болваном только что ничего не хочет. Или тоже есть вот эти эффекты, как вот тут с партией с маленьким количеством голосов. И последняя задача, верно ли, что любая простая кооперативная игра является взвешенной мажоритарной. То есть, верно ли, что вот с теми условиями, что там нолики или единички, если единичка, то у большей коалиции тоже единичка, существуют такие веса, что это, на самом деле, игра про выборы. Но это не очевидная задача, да? Сложнее, чем... Ну, ладно, я вообще погорячился, сколько лет нам... Ну, она точно была в какой-то момент нерешенной проблеме. Ну,